Талгат Кинжибулатов Мы пришли. Добрый вечер. Сегодня у нас подследственный Талгат Кенжибулатов, больше известный как Кента Оу. Большая в конце почему-то, я не знаю. Ты его выговариваешь? Оу, да. Композитор, автор текстов, исполняет песни на казахском, русском и английском языках. Принимал участие во многих популярных казахстанских проектах. Что отличает Кентала от остальных представителей шоу-бизнеса? Что он? Потому что он служил в армии. Возможно, это сыграет Кентал сегодня с вами положительную какую-либо... Шутку. Да. Возможно, это положительно скажется сегодня на нашем допросе. Вы сегодня в этой клетке. Общественность утверждает, что вы скучный, неинтересный артист. Вот. Это, опять же, не наше мнение, это мнение окружающих людей. Хотя я с ними согласен, знаешь. Окей. Хорошо. Вы меня провоцируете, чтобы я дал обратку, да? Нет, нет, нет. Мы пока ничего не спрашивали вас. Нам не надо ничего давать, поэтому если вы будете сегодня с нами честны, Ксения, пожалуйста, меня Роман зовут, откровенный. Мы раскроем все ваши тайны, покажете себя открытым, положительным человеком. Мы вас отпустим. Если нет, то в этой клетке проведете все новогодние корпоративы. А, черт. Это опасно, на самом деле. Кстати, а как у тебя дела с новогодними корпоративами? С новогодними все замечательно. Есть работа? График забивается, да, потихонечку. Только забивается? Да, забивается, потому что я не знаю почему, так обычно за месяц, за два, но уже забился. А ты не считаешь, что это обидно? Ну, на самом деле... У всех нормальных артистов же уже в сентябре, в октябре уже забито все, понимаешь. А у тебя декабрь, то есть люди на подножку уходящего поезда... Когда уже все заняты артисты, ну что, кто там еще есть, давайте, кентал отдавайте. На самом деле, мое творчество, оно не всем приемлемо. И понимают, потому что, ну, я делаю творчество, на самом деле. Я не делаю коммерцию какую-то, я не делаю тумс-тумс-тумс и все, что делают остальные. Я не скажу, что все, но большинство. Да, я в первую очередь, конечно, поставил цель себе сделать настоящую, хорошую, качественную музыку. И ты решил, что на этом денег не заработаешь? Ну, как правило, то есть, да, на этом особо деньги не зарабатываются. А вообще, зачем ты в певцы пошел? У тебя такой голос слабоватый, лучше, потому что ты играл на саксофоне. Хорошо. Физически мне вас не сломать, это точно. Да, мы же не физически пришли бороться здесь. Мы просто задаем вопросы те, которые вам не могут на улице. Тревожит общественность. Да, ну, певцы, потому что, ну, душа, наверное, просилась. То есть, я сам по специальности эколог. Да, закончил с отличием. Служил в армии. Ну, может, и купил что-нибудь. Вот по поводу служил в армии, на самом деле, это недостоверная информация. Кто-то у вас, да, сбыл. А, так не служил. Не служил я. Странно. Рысковая часть ДВД Кустанайской области, Казахстан 2001-2003. Интересно. Хорошо, пусть будет так. Ничего себе, так это неправда. А как так будет? Если мы сейчас так это оставим, потом те, кто служил в ДВД Кустанайской области, подойдут, скажут, что ты наврал-то? Я там служил в 2001-2003, а тебя там не было? Нет, на самом деле, знаете, я выбрал такую деятельность, ну, то есть, такую работу выбрал, путь, где невыгодно терять ни год, ни день, ни месяц, потому что, ну, идет темп большой, бешеный, и каждый день ты что-то должен делать, сочинять музыку, записывать песни, снимать клипы, съемки. Я вот что-то не пойму вот этой вот связи. Вроде бы человек выбрал вот эту вот деятельность, да, себе в работу, да, то есть, в сферу деятельности, а сам не хочет с нее деньги получать. То есть, не получается получать, потому что творчеством занимается, как говорит, которая неприемлема для всех. Где связь? Ну, связь, потому что я считаю себя настоящим музыкантом. То есть, ты такая творческая личность? Творческая личность, самая настоящая, самая натуральная. Художник настоящий должен быть голодным. Ну, да, наверное, такова участь. Кто вообще твой слушатель? Мой слушатель, ну, разный слушатель. У меня есть маленькие дети, у меня есть домохозяйки, домоседки, есть и старше кому за 40, есть песни, оказывается, которые нравятся взрослому поколению. А как ты это узнаешь? Как можно провести параллель от тех, кому за 40, и до детей? Есть какие-то рейтинги, там есть где-то? Ну, я просто из моих наблюдений личных в соцсетях, допустим, отзывы. То есть, в ВКонтакте написала там какая-то женщина, да, лет 50. Кентал, мне так нравится ваша вот эта песня. Да, вот эта песня. И, соответственно, я смотрю, лет за 40, значит, ну, есть и такое. Ага, то есть, ты ведешь какой-то учет, да, еще? Я не веду, но просто... То есть, там какой-то журнал предложений и отзывов, типа, так, за 40 галочку поставить. Нет, у меня просто есть личный свой, скажем так, администратор, который ведет всю запись. Вот он смотрит, составляет рейтинги и все такое. А ты платишь ему деньги? Денег я, говорит, не зарабатываю. Пишу для себя, на администратора расход идет. Ага. Дополнительный бизнес есть? Не, на самом деле я не богат. Я просто музыкант. Мои родители богаты. Поддерживают тебя? Да, но в любом случае, я должен всему добиться, всего добиться сам. Вот такая установочка моего отца. Вот так вот. Слушай, кроссовчик. Слушай, а ты жениться собираешься? Жениться собираюсь. Ты, кстати, мы слышали, ты собираешься жениться даже 1 января, как будто бы. Нет, это тоже самое, что я служил в армии. Ага, то есть, неправда. Это неправда. Так, теперь летом, значит, ты женишься? Летом, обязательно летом. Во-первых, летом будут фрукты. На ком на этот раз? Очень хороший вопрос. Прекрасная девушка, которая завоевала в мое сердце. Давай ты скажешь ее имя уже раз навсегда, а то мы путаем все показания. Хорошо, ее зовут Мадина. А правда, что ты Мадине изменяешься с Айданой Меденовой? Полный бред, на самом деле. При чем тут вообще Айдана Меденова? А при чем тут вот армию нет, не служил? То нет, сейчас тоже от Айданы почему-то открещивается. Это полный бред, на самом деле. Ну, во-первых, с Айданой мы просто коллеги и снимались в одном фильме. Я не понимаю, почему после этого фильма, выхода этого фильма, столько слухов, что мы вместе встречаемся. Видимо, вы переиграли там? Видимо, переиграли, да. Ну, мы с ней не встречались, мы просто хорошие приятели, знакомые сотоварищи. А кто такая Русалина? Русалина – это вот, знаете, псевдоним моей невесты. Мадины? Мадины, да. Ровно в 12 она превращается в Русалину. Оставимся здесь до 12, мне интересно, пожалуйста. Ну, как это проявляется, расскажи, так интересно. На самом деле, ну, это все очень просто. Допустим, многие модели, многие артисты, многие там художники используют псевдоиме какое-то. Давай, подожди, про после 12, извини, потом расскажешь. Чем-то отличается Мадина от Русалины? Мадина, вот твоя девушка, потенциальная невеста до 12 и после 12, они чем-то отличаются? Конечно, да. Поведай. Расскажи, так интересно. Ну, просто, ну, как сказать, это сугубо личное, да. Ну, хотя бы в общих чертах. То есть, какие-то черты характера меняются у человека. Да, человек просто становится… Неуправляемый. Неуправляемый. Совершенно верно. Хорошо подметили, да, она неуправляемая. Температура поднимается у нее. Да, и температура, и цвет глаз меняется, и цвет волос меняется. Киборг, что ли, она? Ну, скажем так, из красавицы она превращается в другую красавицу. В тыкву? Нет, ну что же вы старыми шутками шутите к себе? Ну, извините, как я и езжу. Я же сама тоже не молодая уже. Ну, тебе больше какая нравится вообще? Вообще, мне приятен человек, ей нравится любая. А как она отреагировала на твой клип «Халкэм»? Как с ней ее тогда еще не было? Да, ее тогда еще не было, но «Халкэм»… А тебе не стыдно было ей показывать «Халкэм» клип? Не, на самом деле, чего стыдиться. Бархолки больше нет, но зато осталась, допустим, вот такая память о нашей финансовой структуре, такой мини-валматы. Ну, песня нравится всем, и многие нормальные люди, адекватный человек, он поймет, что это, ну, просто стёп. Ну, песня не твоя. Не то, что стёп, но вы, в смысле, про мою песню? Да, про «Халкэм» музыка, по-моему, не твоя. А музыка не моя, слова мои. Это перепевка, группа «Ноха». Есть у нее отдельные истории, я уже в 9-20 в передачах снимался и рассказывал, как я еще ее спел. Да, мы не будем спрашивать, мы просто знаем, что это перепевка, и всем скажут, да. Что все не думали. У нас те артисты заметил, да, в последнее время, что не хит, то перепевка. Ну, зачем писать самим что-то новенькое? А хотя нет, у тебя же есть в последнем песне какая-то такая слезливая, вроде нормальная. Ну, на самом деле, у меня более 30 песен своих авторских, я сам являюсь автором слов. А клипов сколько? Клипов 4-5, по-моему. Сколько стоил твой первый клип? Первые 8 тысяч долларов. А последний? Плюс ротации там. Крайний клип, честно сказать, он встал мне в общем 10 тысяч долларов. А сколько твое выступление стоит? Выступление стоит 3. Занявшись самостоятельной организацией своих концертов, певец открыл в себе талант ведущего и шоумена. Он участвовал в различных музыкальных проектах, снимался в сериале. Занимался греко-ремской борьбой и боксом. Окей, хорошо. Тебе нравится Гульнара Сильбаева? Да. Сильно? Я просто не понимаю, о ком мы сейчас говорим. О Гульнаре Сильбаевой. Ты не знаешь, кто это? Я не знаю, кто это. А почему ты сказал, что она тебе нравится? Ну, просто... Кто она? Мое упущение, видимо, да. КВН-чет, соучастница первого проекта «Суперстар». Вот, по фамилии-то я ее не знал. Мы очень хорошие друзья. Видимо, очень хорошие, раз тут фамилию я не знал. Ну, на самом деле, я не знаю ее фамилии до сих пор. Кентал просто обращается к Гульнарка. А мне кажется, она тоже не знает, как его зовут на самом деле. Эй, Кентал тоже, знаешь, что вот Талгат Кенжибулатов кто это? Да, ну, мы с ней хорошие приятели, допустим, да. Когда видимся, то есть всегда рады, и я знаю, что это искренне. Окей. Хорошо. Она мне очень нравится. Чем? Ну, во-первых, своей простотой. Мне нравится ее, не знаю, манера общения, ее юмор нравится. Ну, и вообще, я уважаю ее как талантливую девушку, талантливого человека. Слушай, ходит такое мнение, вот опять же в шоу-бизнесе, что ты такой дамский угодник, правда ли это? Ну, знаете, на самом деле, хотелось бы сказать, что, типа, нет, это не так, но отчасти, может быть, да, это правда. А, то есть, женщина твоя слабость? Женщины всегда были слабостью нормальных мужчин. А у тебя еще какие-то слабости есть? Слабость? Как у нормального мужчины же должна быть какая-то слабость, кроме женщины? Да, я азартный человек. Самый крупный проигрыш твой? Ну, я, то есть... Да ладно, ну что? Ну, 12 тысяч. То есть долларов? Да, то есть это немного, но... Ты отдавал? Что? Отдал? Да, я проиграл, то есть 12 тысяч долларов. А выиграл сколько? Максимально поднимал, ну, те же 12. Дальше не уходил никуда? Дальше нет, не уходил. А кто был последний в выигрыше? Казино или ты? Был я. Выигрыши? Да. И смог завязать? И все, завязал. Брет час, мне кажется, реально. Казино в картишке там под полой нет? Нет, нет, нет. На самом деле нет. А хочется? Я играю только в рулетку. А, то есть если в казино, то это рулетка? То это только рулетка. Никакой blackjack и все остальное. Ну, сейчас-то хочется, нет? Нет. То есть у меня всегда так, знаете, по жизни я занимался чем-то, потом мне это, скажем так, надоедало, и я все. То есть расставался навсегда, то есть без проблем. Я занимался спортом, занимался борьбой греко-римской, занимался боксом, и все как-то, ну, само по себе отсеивалось. А что осталось? Осталась только музыка, осталось только пение. Вот. Кто твой продюсер? Мой продюсер, я сам, и саунд-продюсер тоже сам себе. Такой жрец, и женец, и надудей, и грец. А надудей, и грец, кстати, прям так буквально. Прямо про тебя, да? Прямо буквально, да. И как тебе работает, и там, и там, как ты отделяешь репертуар, как ты делаешь исследование, что вот эта песня зайдет, не зайдет, кому она понравится? Может быть, все-таки ты у кого-то спрашиваешь советы у своих родителей там? На самом деле, советов я ни у кого не спрашиваю, потому что я и даже, знаете, в последнее время перестал слушать вообще музыку, популярную музыку. Только, ну, скажем так, слушаю только свою музыку, потому что, ну, бывает такое, оказывается, когда ты слушаешь чью-то музыку, и сам не замечаешь того, ты что-то копируешь или что-то еще делаешь. Ну, а как ты тогда останешься на волне, слушай? Сейчас же, вот, например, там, есть сэмплы, которые уже не популярны, которые были там три года назад. Да, есть, допустим, тенденция, да. Но я понимаю, примерно я понимаю, куда будет двигаться музыка дальше. Куда? Ну, только в чистую электроничную. Я просто не хочу прогнозировать, что будет дальше, и потому что, ну, это будет громко сказано, на самом деле. Ты сейчас прогнозируй, потом и через пять лет представляешь. А ну, скажем, о кентал, ты говорил. Да. Ну, на самом деле, никто не вспомнит, кто говорил. Мы все архивируем. Образ останется, а источник забудется. Есть такое правило. Кстати, давай разберем. Кент – камень в переводе. Означает. С какого языка вы переводите? Я где-то вот с тюркского, в смысле, ташкент – белый камень, шимкент – тоже что-то означает, какой там камень. Совершенно верно. Кстати, вы хорошо копнули, потому что я увлекаюсь тюркской историей. Так, ну, тюркский язык. Да, тюркский язык, но мое имя никак не связано. Ну, почему ты каменный? Можно ли сказать, что ты каменный? Возьми камень. Кентал – это тогда, получается, в переводе «возьми камень». Либо «кентал» – это, типа, просторное дерево, большое, необъятное, если с казахского языка. Ну, а чем ты руководствовался, когда выбирал-то? Я придумал это вообще в восьмом-семем классе, да, этот псевдоним. Я мечтал, типа, я вот вырасту, буду артистом, буду петь на эстраде, и меня будут звать «кентал». И все потому, что Джей Ло сократила свое имя. Талгат Кен Жабулатов. Да. Кен Жабулатов Талгат. Я не скрываю, что Джей Ло подвинул меня на вот эту идею. А у тебя есть кумиры? Мне нравится, допустим, творчество Алексея Чумакова. А еще повыше? Еще повыше. Ну, то есть, Брайан Макнайт, Бойс Ту Мэйн, то есть, основа моих... То есть, ну, это все с детства? Да, это все с детства. С самого детства я начал слушать. Ну, а сейчас какие-то современные уже исполнители есть? Из современных? Музыка, которых тебе нравится, ты бы хотел вот примерно там подражать. За кем стоит повторять? Ну, допустим, мне нравится творчество и музыка, понимание музыки Ивана Дорна. Вот, у нее очень хороший вкус и вокальные данные. Из наших отечественных артистов мне нравится, допустим, понимание музыки Жанары Дугаловой. Скажи, пожалуйста, ты вот участвовал в одном интересном вокальном, ну, как сказать, вокальном, то есть, шоу, да, так сказать, на нашем телевидении. Шоу-конкурс. А, да, где тебе приходилось переодеваться в женские образы? Типа, нравилось переодеваться в женскую одежду? Ну, что вам сказать? В рамках конкурса мне нравилось перевоплощаться в других людей. Я не скажу, что конкретно переодеваться в женские образы, там еще что-то. Вот, если вы с намеком на то, что, типа, каково это быть женщиной и... Нет, я не намекаю, я прямо спрашиваю, тебе понравилось одеваться в женский наряд? Мне, на самом деле, я понял, каково это. Я понимаю, как вы каждый день ходите на шпильках, на каблуках и краситесь, и помадой на губах, и вот этот бюстгальтер, который давит ужас. Мне просто стало жалко вас, на самом деле. А почему? Кстати, кто выиграл в этом проекте? Выиграл я. А, да выиграл? Да. Ничего себе, внезапно. Я почему-то так и знала. Да. Победил я, я перевоплощался более 8-9 образов, я точно сыграл. Это был Луи Армстронг, был Андрей Макаревич, Нагимай Скалиева, ну и многие другие. Я помню, когда только проект начинался, я спросила, кто участвует, мне сказали специалисты, я говорю, выиграет Кентал. Ну и все, да откуда ты знаешь, я говорю, ладно. Что самое сложное было? Самый сложный образ? Самый сложный образ, наверное, сказали все женский. Потому что... Ну какой конкретно, Нагима? Да, Нагима. Нагима из Калиева, потому что... Выглядел, как она свистит, когда оделся в костюм Нагимы. Все образы-то было смешно, я видела. Да, я был в шпилечках, в платье, то есть, ну... И очень тяжело было. Почему тяжело? Потому что, ну, тяжело подделать голос. Потому что, ну, по природе своей мужской и женский, они в разных... Ну, на самом деле, там где-то женский, здесь где-то мужской и... Тембрально разный. Тембрально разный, да. Тяжело было. Кентал не имеет продюсера, предпочитая лично заниматься организационными вопросами. В скором времени планируют жениться. Но не отрицают тот факт, что является дамским угодником. По блицу пробежимся, а? По блицу, да, Кентал, мы задаем вопрос, тебе нужно отвечать быстро, не задумываясь, окей? Да, нет. Отвечать просто. Нет, отвечать. Да нет, не надо. Просто быстро и четко. Да нет, просто четко. Сразу первое, что пришло в голову. Итак, тебе понравилось быть в облике Нагимы? Нет. Что лучше, игра на саксофоне или пение? Пение. Хотел бы завести токалку? Нет. Какой язык ты бы хотел выучить? Азербайджанский. Ты современный человек? Да. Марвел или DC? Не то и не то. Почему? Потому что. Твой любимый супергерой? Бэтмен. Отдых на пляже или в снежных горах? Отдых на пляже. Где бы ты никогда не хотел оказаться? В аду. Что ты никогда не позволишь своей жене? Уехать одной. Куда? На северный полюс. А что ты никогда не простишь ей? Измену. Где будешь встречать Новый год? На работе. Дата забита? Да. Где это будет? Это будет октав. Сколько стоит новогоднее выступление твое? Четыре. Окей. Он нормальный в целом? Ну или дома, или четыре. А, еще самый главный вопрос. Кентау. У тебя, говорят, есть неврачный ребенок. Что сказать вам по поводу этого? Правду. Правду? Да, у меня есть неврачный ребенок. Ты общаешься с ним? Да, мы общались. Последний раз мы виделись летом. Я забирал его на месяц к себе. Откуда? С другого города. В какой городе он? Он в Майами живет, сынок мой. Сколько ему лет? Ему семь. Но почему вы не вместе? Ну, потому что... Потому что она замужем была? Потому что... Когда ребенок появился? Нет, она вышла замуж за другого. И даже не развелась со мной. И я сказал, что такое? И она, извини, я хочу жить в Майами. А он оказался настолько богатый, настолько стар, что... Ему сейчас, представляете, 79 лет этому мужчине, ее мужу. Зато яхта последнего года. Да. Ладно, ладно, ладно. Ну, ты посиди, посиди, не торопись. Я сижу. Удивил меня наш гость сегодня, если честно. Да странноватый тип. Мне кажется, он искренний. Искренний, искренно отвечал. Что ты скажешь? Мне кажется, он искренний. Поэтому? Тряслось аж все. Аж стены затрястись. Я думаю, мне кажется, его надо оставить. Мне кажется, а сколько он еще может испортить жизни вообще женских? Женских загубить просто, понимаешь? Да нет, подожди, давай тут чуть поспорим. Определился Русалина. Девушка меняется. Это сегодня Русалина, завтра кто? Завтра Айдана. А потом? Потом опять Русалина. А который в Майами? В Майами он же к ней, мне кажется, не вернется. Мало ли, как оно, знаешь, сложится. Сама тогда принимая решение, я бы отпустил, потому что, на самом деле, артист искренне, честный. Хотя, знаешь, мне нравится, что музыка занимается как творчеством, понимаешь? А не какой-то коммерцией. И не хотел, знаешь, показаться умнее или, не знаю, там, понтовее, чем многие другие. Да, ну и смешной слегка. Да, родители, да, все, богатые родители, что теперь? Что этого, как бы, стыдиться или скрывать, да? Вот, поддерживает, да, поддерживает, но я все возвращаю там, как могу. Ну ладно, давайте. Прикольно слушать о себе. Ну что каменный человек? Кента Эл. Кентавр. Еще чуть-чуть и кентавр. Только потому, что сейчас декабрь. Только потому, что ты уже набрал кучу работы, хоть и в конце, конечно, сезона. Не хочется людей подводить. Не хочется людей нам подводить, скажут же, мышцы, держали же. Мы тебя отпускаем. Удачи тебе. В своем творческом пути. Дельна Сахмандиве, передавай большой привет. Да. Есть что добавить? Call me. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!